хей ой с вами шумики мы продолжаем родить иру под названием вора да у нас тут такой музончик начинается экшен ой когда ты увидишь настоящего хоп хоп самое странное когда я решил сдохнуть когда я решил сдохнуть и враги меня запалили почему-то а вот причина я немного не понял blackforum так как мне так бы сделать но в принципе свет просто потушить и пойти впрямо их монетки мы заперли ворота а кому и надо горячий кофе сейчас оп тихо они просто идут в тела дал зажигает дальше не пойдете ребят чтобы я наверняка знал походу нет как один гигантский шлюз смысле вот меня сейчас я не мог спрятаться за колонну так здесь получится наверно могу запрыгнуть ну блин я не знаю можно попробовать можно попробовать тихо 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 боже это тебе кажется нужно ждать так нолик да в смысле это тупик реально нет для для камнями кидаются метают камнями вот прискиньте о как громко блокада решая проблему выпряток фантом оппортинист хищник ну фантом короче 50 на 50 да украсть все 76 процентов ценные трофеи смысле а где цены трофеи еще были ладно играть дальше типа я больше домов никаких не видел куда можно было залезть так витрин трофеев обнули нам так жерелье звезда алдейла под защитой банка на этой неделе знаменитая жерелье звезда алдейла была помещена в хранилище первого банка стоун маркета до установления его нового владельца как мы уже писали в этот месяц леди абигейла хандал погибла в ужасном пожаре уничтоживший ее так родовое поместье звезда алдейла чудесным образом пострадал при пожаре не пострадал при пожаре инспекторы установили что пожалуй был несчастным случаем что позволило так остальным членам семьи претендовать на ее имущество сегодня банк объявил что от лица покойной леди хад нола начинаем поиски ее живых родственников как я мог просрать трофеи вы мне расскажите трофеи где я просрал трофеи золото лук это я могу забрать так припасы золото взять балансированный лук балансированный лук слегка уменьшает время прицеливания уверенно уменьшает время прицеливания уровень третий походу это из-за фула этого емкость колчана слегка увеличивает максимальный запас стрел увеличивает увеличить на взломом слегка увеличивает чувствительность при взломе замка слушать типа все открыто значительно увеличивает чувствительность при взломе замка зазубренные стрелы взять еда взять удушащая стрела при попадании стрела выпускает облако ядовитого удушащего газа который мгновенно обезвреживает цель вызывает тошноту из затруднения дыхания мак жевание листьев этого растения усиливает интуицию гарта восстанавливает концентрацию хорошо взять взять а не вставай а чая сразу не могу взять фул мак так канатная стрела канатная стрела на постоянно нажимать гу я просто включу тройный щелчок хорошо водяная стрела короче я понял меня сразу максималку закинули все что есть пускай деньги будут я думаю они не должны пропасть у меня да а у нас еще уникальная добыча да ладно это чутье когда вы мне хотели это сказать есть такой вот навык походу не скоро я прославлю ス у дженни давай залезь наверх и посмотри на ты где черт возьми сзади ко мне когда вернешься нужно было чуть и значит юзать а мне никто не хрил что у меня чуть есть типа догадайся сам что ли я на самом деле думал пункт акцию в куртах я думаю типа будем лутать все у найдем все артефакты а мы сразу же впервые там первых лагерь просрали артефактов на есть не знаю насколько как долго это хорообщее будет сейчас уже пойди вторая такова началась простая простуда сэр я уверен это не мрак через два дня отправьте людей забрать его вещи в пользу бород и типа все я со свободом выбора и могу идти куда хочу да ну город свободной да нет а фпс стрим вы можно использовать устал я за последние дни какую веревочную это получается оружейный да кажется у меня зуб шатается а мне достаточно было сломать 10 норд кристоф подряд 10 а нынешний хуже всех у мрак ты не из-за него пришел да а как насчет его стражи бандитов форме даже не знает маленько полетели тогда куда мне нужно потом сюда вернемся пути будем если вот а он можно в окно залезть еще здесь у нас мишки мышки мышки ну давайте улезем так сказать в домик я не знаю по идее это свободно дать и по городу теперь могу здесь влазить изучать его в вопрос он засыпку где я Е. Ф1. Новые указания. Новые указания. Касаемо докладов твоей шарта об эпидемии мрак, переделай свой отсчет. Руководство следует соображениям. Ты должен обеспечить стабильное поступление мрачняков в мастерские на переборку. Доведи цифру хотя бы до сотни в день. Я так понимаю, что болезнь может развиваться с потрясающей скоростью. Совершенно здоровый вечером мужчина может оказаться на трубной телеге уже утром. В этом случае его дом может быть тщательно вычищен и опечатан. Твое содействие в этом вопросе будет оценено. Ловец воров. Молоденько. Так, замочек мы сейчас вскроем. Хорошо. Доклад стражи 3-498. От стражника Маньяонна. Вкратце. А, вкратце. Ладно. Склад оружия 6С перемещен в черный переулок. Так. Опись и осмотр оружия произведения стражами, Маньяоном и Косом. Блокада. О, и тут есть еще стоять. Все, да? Давайте скрывать замочек. Ой. Мне, типа, нужно было установить эти моменты. У меня, типа, инвентаря нет. Блядь. Готово. Готово. Рыб. Бёст. А я смотрю, что у меня концентрация, то они пополняются. Странно, в страну это все. Постоянно вот это так делать... Это будет долго. Можем, в принципе, сразу и в этот дом зайти. А, он закрыт. Ладно, на самом деле... Я не понимаю, куда я могу идти, а куда нет. А, вот это, походу, место ступик, да? Кто нет. Четный шарик. Маленькая. Так, там что-то валяется. Да, здесь, типа, улица, которой я могу ходить, лутать и смотреть. А. Ну, туда можно перепрыгнуть. Окей. Это, получается, нету того места, где я сохранялся, да? Ну, это, типа, с дома будет? Как я вышел? А, дом я уже облутал? Да, облутал, хорошо. Может, это просто переходы, типа, между локациями? А, таверная, хромой бурик, давай. Совет. Подглядывайте в замочке скважины, бывает полезно. Нажмите «Ага», чтобы вглянуть за руку двери. Совет. Маковые цветы в нашей инвентаре позволяют вам восстанавливать немного концентрации. Ловка Баса. Баса, я бы выбрал банку с огурцами. Она тяжелее. Гаррет. Черт. Ты по-прежнему не дружишь с дверями. Ты прям не заходишь, не пишешь. Я думал, вы с Эрином оба погибли в том налете на особняк. Где тебя носило? Не знаю. Не знает. Ладно, забудь. Не хочу даже знать, каким дерьмом ты страдал целый год. Не до того мне сейчас. Особенно теперь, когда барон ввел налог на опиум из-за этого мрака. Не говоря уже о черном налоге ловца воров. Пьют кровь из дельцов вроде меня. Если у тебя есть дело, так давай, говори. А ты уверен, что справишься? Ладно. Вот в чем суть. Ты должен достать мне кольцо. Женишься, что ли? Одного раза хватит. Траная птица. Клянусь, я когда-нибудь сделаю из тебя шляпу. А думать за тебя кто будет? У меня все пальцы в бинтах. Работа, бас. Да, да, да. Точно. Его носит некий Корнелиус Грайвс. Надменный такой типчик, из тех, к чьим сапогам дерьмо не липнет. А? Вот так. В чем подвох? Он мертв. Баса, я вор, а не мародер. Он умер недавно. Как мне сказали, он никогда не снимал кольцо. Вроде ничего сложного. А, сложности. Его нужно найти, прежде чем его заберут труповозы. По слухам, они отвозят тела на старую фабрику близ шлаковые ямы. Там почему-то полно страж и барона. Лучший способ туда попасть через старую часовню. И, Гаррет, не облажайся. У кое-кого из нас еще куча долгов. Не поймаешь, не обложишь. Хе-хе-хе, ну да. Да-да-да. Дуй отсюда и выходи через дверь. Ладно? Ох. Рад был тебя повидать. Окей. Заказы. Вы можете брать дополнительные заказы у Баса. Навещать его время от времени. Главное, не забывать об этом. Что слышали, друзья? Это вороны. Целая стая каркают по нашей души. Поют песню барону Норхвесту. Тафферу, который запер на стальной клетке. Я знаю, что тебя злобили. Железный сапог хочет похоронить нас. Или во всяком случае дороже. Здорово. У меня есть товар для темных дел. Продать вещи. Купить вещи. Цветовые бомбы. Цветовые бомбы. Порох и кислота в древней при попадании в цели выступают в реакции. Идут ярчайшую вспышку, которая ослепляет людей в зоне поражения. Тупая стрела. Эти дешевые простые стрелы ломаются при попадании в цель. И предназначены главным образом для того, чтобы воздействовать на предметы. Не трех, а более ценные боеприпасы. Ну слушайте. Ого, закупим. Я думаю, их можно будет потом юзать, как это. По-тихому, так, знаете, тик-чик. Так, канатные стрелы. Бомба-вонючки. Инструменты. Гаечный ключ. Так, инструменты, используемые для открытия решеток. Так, отвинчивание болтов. Сила стрелы. Сила стрелы. Слегка увеличивает урон, наносимый стрелами уменьшает. Так, умеренно, значительно. Так. Дубленная кожанка. Слегка понижает получаемый урон. Значительно понижает получаемый урон. Урона от дубинки. Слегка увеличивает урон, наносимый дубинкой. Умеренно увеличивает урон, значительно увеличивает. Так, у нас, в принципе, не так уж много. Давайте я куплю ключик, да. Мне кажется, он нам в дальнейшем сейчас поможет. Разная. Счастливая монета. Эта старая монета принадлежит морскому капитану из далекой страны, который похитили русалки, чтобы женить его на своей королеве. Капитану удалось заворожить русалок блеском монетки и избежать. Так, отлично подходит, чтобы занять мозги и пальцы. Да ладно. Ну, здесь бы я кожу прокачал. Типа урон, чтобы меньше получать. Так, поручительство босса. Так, в городе ходят слухи, что слово босса... А, босса, точно, не босса. Далеко не так надежно, как его поручительство. Счастливая для тех, кто не любит слово блуде, поручительство босса может купить напрямую без посредника. Главное, ему самое об этом говорить не стоит. Снижение цены на ресурсы. Ресурсы, это что у нас? Припасы. Ладно. Ну, в принципе, можно купить, чтобы, типа, экономить деньги на этом. Так. Зубоскальная соль. Во время блокады вяленое мясо стало единственным безопасным блюдом. И зубольская соль позволяет разнообразить рацион. Ее называют связано с выраженным лица при первом дегустации. Это трудно назвать улыбкой. Скорее, это гримаса. Так, усиливает эффект восполнение здоровья при применении пищи. Ну, слушайте. Цены... Ну, блин, я не знаю, на ресурсы считается ли это за ресурсы. Концентрацию, да, я купил. Купил бы припасы, чтобы жрать. Сумка Трое. Так. Старая потрепанная кожаная сумка, которая, если верить слухам, была украдена у самого доктора Трое. Как бы то ни было, конструкция этой сумки позволяет легко и просто приносить паравианты и мак. Жаль, что она не черная. Увеличить максимальный запас еды и мака на два. Полезно. Так, мшистая колчан. Мшистая колчан. Изнутри этот колчан подобен мхом. Говорят, что стрела, побывавшая в этом колчане, поражает цель бесшумно. Но, в всякий случай, обитатель болот – убийца. Бесшумный подкрадывается к своим жертвам благодаря особым ботинкам из мха. Зазубренные и охотничьи стрелы поражают цель бесшумно. Масло огненного шалфея. Так, это стеклянный пузырек, наполнен черным маслом с легким запахом миндаля. Если верить продавцу, данная жидкость получилась из листьев огромного шалфея. Он якобы прозрастает в траве и обладает огнестойкостью. Денег обратно не ждет. Уменьшает урон от воспламенений и лвушек. Окей. Медальон Ветрона. На этом старом медальоне присутствует гравировка листьев, гонимые сильным ветром. Его нашли в могиле молчаливого Джоффа, легендарного лучника. Этот медальон отводит стрелы от своего владельца. Хочет верить, что умер, жив, нет стрелы. Уменьшает вероятность попадания вражеских снарядов. Ну, слушайте. Я бы вкачал... Бешумку. Да. Дальше. Я бы вкачал... Вкачал бы... Вкачал бы... Давайте вот это вкачаем. Медальон. Пузырек. Ну, я не знаю, типа, от ловушек, насколько она будет мне понижать. Избаскальная соль. Так, хорошо. Дальше. Кожанка. Но ровно дубинке. Давайте я этот купим. И дубленку прокачаем. Хорошо. Пара-пара-тана, продана. А, теперь смотрите, она стоит двоечка. Двоечка. А, это наша стоять. Мак. Сумка. А, то есть... Ну так даже. Ну ладно. Возвращайся скорее. Хочешь прикол. Чернолобы и докопались до Мартина. Вот за это я бы точно не взялся. Он на них накинулся. Пришлось им выбить из него двух. Сам напросился? Потом закинули его на телегу. Хотя он еще шевелился. Так. Норкрест несокрушим. После ежедневного повешения барон Норкрест сделал небольшое заявление. Первое после ужасающих всех покушений на его жизнь. Народ предвесывал нашего железного вождя, показывавшего себя настоящим человеком из стали. И хотя выступление барона было на несколько часов короче его обычных речей, он заверил всех, что если планы развития города сейчас четче, чем когда-либо, и скоро будет притворено в жизнь, жаль, что проклятые заговорщики не должны до этого дня... Так, не дожили до этого дня. Было бы хорошо казнить их после того, как они увидят несгибаемый дух барона. Жаль, что любая... Жаль, что любимая всеми верными гражданами города Леди Вивиан снова отсутствовала. Тем не менее, на обратном пути кортриджи барона встретили радостными возрастами. Окей. Предметы. Инструменты. Ресурсы. Доброго. А, короче, понял, что отсюда выходить. Город стал маркер. Давай, поехали. Херня в том, что у меня... Что-то за звуки такие. То, что у меня концентрация быстрая заканчивается. Ну, пускай говорят, я пока иду. Смотрю, что да и как тут есть. Ага. Кладбище. Почему я ботылку взять не могу? Трупики. Трупики. Старая часовня в Морнингсаде. Это двор королевы попрошает. И это плохо. Так, старые боги в новом городе. На этой неделе барон объехал места, где совсем недавно были снесены храмы Дейпорта. Он выразил надежду вскоре вернуться и проинспектировать трубные хабы, которые будут построены на их месте. Некоторые историки выразили недовольствие по поводу уничтожения исторических памятников. Но все согласились, что город должен двигаться вперед. Возможно, эти здания имели историческую ценность. Мелесева так предположил барон, но она обеспечивает так важнейшую инвестицию в будущее. Так, воистину, барон третий из норк-трестов, запретивший поклонение старым богам. Но он, первый, кто пошел еще дальше, могучая крепость, барон, вскоре обеспечил энергией целый округ. То есть, со светом вы имеете в виду? То есть, книга, вы заметили, когда они ее, типа, использовали, там был значок, типа, шестерни. Город старой часовни. Войти. Ну, слушайте, давайте, наверное, на этом, я думаю, закончим. В следующей серии продолжим, там еще что есть. Новый трофей. Так, Мадонна, железное летание. Написано очень неразборчиво. Надежда, идущая изнутри. Окей, давайте, короче, я думаю, тогда теперь точно на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok